Добрый день! Сегодня анбоксинг и это кубик от компании Chiyama Fangi Warrior S. Коробочка вот такая простенькая, заброшен сам кубик, видна буквка S, тут видимо написано Warrior, Max Folk. В принципе и все. Открываем. Внутри куб, очень маленькая инструкция. Такая вот. Внимание недостойно. Сразу открываем. Надо понимать, что это ультрабюджетный кубик, то есть самая-самая дешевая категория. Это не повадка, это профессиональный кубик, но вот самый-самый бюджетный. Мы помним, что был Warrior W, и это видна улучшенная версия. Будем сравнивать. Также недавно компания MoFank выпускала Sail V, реинкарнацию своего кубика Sail. И как можно понять, этот кубик только в черном пластике, а Warrior только в цветном. Ну и немножко сравним с Milong, аналогом от компании Moe. А вот они, два кубика. Вот это старый Warrior, Warrior W, а это Warrior S. Меж собой. Смотрим, что оба кубика матовые, но новый кажется чуть сильнее матовой. Возможно, просто старенький уже притерся, на нем там больше тысячи сборок сделано. Ну, цветовая схема похожа. В принципе, такая же, только чуть более заметна матовость. Внешне кубики особо не отличаются. Вращение. Ну, обычный Warrior W. Ну, неплохой кубик для новичков. Немножко даже имеет контроль. Здесь, на этом кубике сборок 50 уже открутил. Быстрее из коробки. Я добавил у него смазки Maru. Более легкий. Более быстрый. Ну, опять же, возможно, этот от времени стал помедленнее. Я его, естественно, перед видео не смазывал. Но этот, как бы, побыстрее. Давайте соберем. Я открутил, сколько я сказал, сборок 50. Где-то так. Ну, естественно, никаких там рекордов я не поставил. Рекордов никаких не поставил. Но собирать, в принципе, комфортно. Там около 17 секунд. Там, на среднем, 17 или 18 получилось. Конечно, я привык к магнитам. На немагнитных кубах у меня все вот так вот локапит. Но собирать можно. Как бы, естественно, нет смысла подобный кубик рассматривать уже опытным куберам, которые имеют магнитные головоломки. Это исключительно, как самый первый куб. То есть, учиться на нем, или брать с собой куда-то в отпуск, в поход. Ну, чтобы не жалко было. Не потерять, не испортить. Ну, и, возможно, для картин тоже подойдет. Ну, если сравнивать с Милонгом, по вращению Милонг легче. Милонг кажется чуть-чуть быстрее. Конкретно вот этот Милонг я только что достал из коробки, добавил чуть-чуть смазки и чуть-чуть покрутил. Ну, сборки две буквально. И вот он уже не хуже, а может быть даже и лучше. Варьер более тяжелый. Ну, в принципе, они одного уровня. То есть, если вы думали, надо купить Милонг, а тот вышел Варьер С, то можете покупать Милонг и не прогадаете. Милонг, он хоть тоже матовый, но чуть меньше, да? Чуть более гладненький. Вот этот вот ток, что из коробки достал. Ничего с ним не делал, кроме смазки и пары сборок. Варьер. Понятно, что удачная модель. Варьер старый тоже был неплох. И надо освежать. Поэтому давайте посмотрим, как же освежили. Ну, и сравним. Белокрасный элемент. Вот этот, это Варьер С, новый. А вот это старый. Что мы видим? Видим, ну, почти одинаковые, конечно. Элементики здесь все. Ну, чуть потоньше встала вот эта планочка. То визуально. Ну, появился какой-то дефект. Видимо, от того, как они отливались, эти детальки. Возможно, на этом тоже был. И он стерся. Не знаю. Ну, разница невелика. Видим, вот здесь вот более острый такой уголок. Здесь он слегка срезанный. Сравним углы. Сравним углы. Это С. Это В. На новом появилась вот такая вот ножка. Раньше здесь был конус. Пропали рельсы. На новой версии. Ну, ага. Чуть поострее здесь стало. Ну, какие-то изменения есть. Ну, и на всякий случай сравним с Элвэ. Чтобы понимать, что это все-таки разные кубики, а не просто разный цвет пластика. Ну, черный, наверное, не очень хорошо сейчас видно на камере. Но разница есть. Разные. Ну, и уголки. Здесь, конечно, большую роль играет цвет пластика. То есть, с черного проще делать детальки. Цветное тут из трех цветов надо собирать. Но, все равно элементы разные. Сразу скажу, что вот этот Варьер С, для того, чтобы разобрать, не потребовалось приложить значительное усилие. Раскручивать болты не пришлось, но силу приложить потребовалось. Соответственно, вылетать элементы при сборке не должны. Да, мы видим здесь вот немножко неокрашенного пластика на центрах. Пусть будет, но у старой версии не было. Ну, а так, обновили. Если вам нравился старый Варьер В, то вы, конечно, наверняка уже перешли на более достойные кубы. Средние или более высокой ценовой категории. Так что вам это, должно быть, неинтересно. Но, если вы только начинаете свое движение в спидкубинге, этот кубик вполне подойдет для первого. Ну, или вы хотите подарить кому-то, кто собирать не умеет. Первый кубик. Да, выбор неплохой. Точно так же, как и плохой выбор и обычный Миланг. Ну, на Миланге логотипа нет. Здесь есть. Возможно, это сыграет какую-то роль. А так, неплохой кубик за очень маленькие деньги, на котором, ну, 17-18 секунд собирать можно. А на самом деле, можно будет собирать гораздо лучше, но просто я не так быстро, чтобы это продемонстрировать. Нормальный куб. Очень дешевый. Главное, крутится. Все на этом. Всем спасибо. Всем пока.